Давным-давно, когда еще не было чипсов и газированных напитков, на планете жили наши предки. Они занимались охотой и собирательством, а одежду делали из шкур убитых диких животных. Поселений не основывали и налегке перемещались от одного места к другому. Так продолжалось до тех пор, пока в один прекрасный момент люди не совершили удивительное открытие, которое навсегда изменило жизнь человечества. Они обнаружили новую разновидность растений, которые сейчас называют ячмень и пшеница. Это позволило обрести надежный источник пищи. В определенное время, из года в год, люди находили вызревшие колоски и собирали их при помощи специального инструмента под названием серб. Он был сделан из кости и каменного наконечника. Зерна было достаточно, чтобы прокормить всех людей. Только представьте, что за одну неделю один человек мог собрать себе зерно на целый год. Люди любили собирать зерно, потому что оно обладает одним замечательным качеством. Если хранить его в сухом и темном месте, оно может пролежать там несколько десятилетий и не испортиться. Так как они постоянно перемещались небольшими группами, весь урожай носили с собой. Это было очень тяжело и неудобно. Тогда самый сильный и умный решил, что нужно построить дома и основать поселение. Дома были небольшого размера. Их делали из камня и хвороста. Внутри каждого дома был костер, где на раскаленных углях готовили пищу, которую добывали на охоте. Пищей служило мясо различных диких животных и вкусные лепешки из муки зерновых. Охотились люди с помощью рогаток и копий. В то время это занятие требовало большой ловкости и физической силы. Для ремонта своего оружия люди того времени использовали инструменты, сделанные из специального камня – кремния. Высекая различные виды камней определенным образом, предкам удалось создать достаточно много различных инструментов. Это были топоры, ножи, клинки, наконечники для копий, небольшие гладкие камни, которые использовались для стрельбы из рогатки. Очень хочется рассказать, что большим увлечением древних людей было изготовление украшений, на которых они тщательно вырезали изображения ступок и пестиков, в которых перетирали зерна пшеницы и ячменя в муку. Эта посуда была выполнена с особым старанием, потому что использовали ее многие годы. Предки еще не умели выпекать хлеб. В то время из муки они выпекали обычные лепешки. Из-за хорошего помола зерен лепешки получались очень мягкими и вкусными. Это позволило сохранять зубы в отличном состоянии. Дети, берегите свои зубки и правильно следите за ними. Чистить их надо специальной щеткой два раза в день, утром и вечером. Мы же живем не в каменном веке.